13 июля российская актрисе Анне Снаткиной исполнилась 38 лет. Анна Снаткина является одной из самых ярких и востребованных актрис современного российского кинематографа. В ее фильмографии горячо любимые зрителями ленты «Участок», «Татьянин день», «Обреченная стать звездой» и многие другие сериалы и кино. Но мало кому известно, что ее актерская карьера могла не состояться из-за страшных обстоятельств. Анна родилась и выросла в Москве в семье авиастроителей. С детства она занималась спортивной гимнастикой и об актерской карьере даже и не думала. В начальной школе Анна вдохновилась фильмом «Телохранитель», «Суетни Хьюстон» и влюбилась в мечту стать актрисой. Девушка начала самостоятельно изучать историю театра и кино, а потом записалась на курсы актерского мастерства. Спустя время Анна поступила в Авгик в мастерскую Виталия Соломина. Однажды на занятиях по фехтованию в Авгике Анна Снаткина упала и не смогла самостоятельно подняться. Тогда-то она и вспомнила, что несколько лет назад врачи запретили напрягать спину из-за старой травмы позвоночника. В юности Анна Снаткина могла остаться инвалидом из-за этого, но именно тогда все это обошлось. Теперь врачи опасались, что ее можно всегда парализовать. Воля и упорство Снаткиной помогли ей не пасть духом и бороться. Восстановление было долгим и мучительным. Медики говорили, что она не сможет больше ходить. В Боткинской больнице уверяли, что Грыжу срочно нужно оперировать, но Анна Снаткина не решилась и начала делать специальные упражнения. Анна ездила на лекции в любимый вуз, лежа на заднем сиденье такси, а на занятиях присутствовала, стоя в корсете. Терпение и упорство помогли ей преодолеть недуг. Еще во времена студенчества Анна Снаткина дебютировала в сериале «Участок» с Сергеем Безруковым, после чего она получила главную роль в сериале «Боец». Сергей Безруков научил неопытную, начинающую актрису многому. Именно он посоветовал ей похудеть после того, как она сбросила 10 килограммов. Наталья Бондарщук пригласила ее в фильм «Пушкин. Последняя дуэль» на роль Натальи Гончаровой. Потом ее ждали главные роли в «Татьянином дне», «Общей терапии», «Десантуре» и «Барсе».